МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на канале НСК-49. В студии Алексей Кузьмин. Коротко о главных темах выпуска. Протестные настроения в центре Новосибирска. Раскачивает лодку цена на бензин. В школьных стенах процветает насилие. Детской агрессией займется прокуратура. Мастер-класс от шеф-повара. 11 красавиц в борьбе за звание мисс Нобельбар. А сейчас об этих событиях и не только более подробно. Визиты на предприятия Новосибирской области и открытые разговоры с трудовыми коллективами стали традиционными для главы региона Андрея Травникова. Причем диалог идет не только о производстве, но и на актуальные жизненные темы. На этот раз рабочая поездка состоялась на машиностроительный завод Труд. Что интересует заводчан, узнавал наш корреспондент Александр Могилин. Посетивший машиностроительный завод Труд Андрей Травников первым делом осмотрел местную разработку – снегоплавильную станцию. Ее особенность в том, что она не только плавит снег, но и отделяет мусор от песка. Главе региона показали, сколько набрали этого песка всего из нескольких грузовиков со снегом. Летом это превращается в пыль, которой вынуждены дышать горожане. Что касается основного производства, то в этом плане завод имеет один из лучших показателей в области. Мы представляем собой достаточно стабильное работающее предприятие. Значит, занимаем, будем так говорить, лидирующие места в отраслевых машиностроительных компаниях, которые производят горнообогатительное оборудование. В РИО губернатор подчеркнул, что нужно создавать все необходимые условия для предприятий, поскольку это поможет Новосибирской области лучше решать задачи, поставленные главой государства, и стать одними из лидеров в стране. Еще один традиционный и важный этап визита – общение с трудовым коллективом. Вопросы у рабочих всегда найдутся. Вот, например, о подготовке молодых кадров. Хотелось бы узнать, будут ли разработаны и реализованы новые целевые проекты, связанные с работой с высшими учебными заведениями, учреждениями среднего профессионального образования, не только нашего года, но и других регионов. Задача – и сформировать заказ на будущее кадров, и задача – выстроить связи, ну, раньше это называлось шефские связи, да, теперь мы говорим, там, базовые предприятия с вузами и с колледжами и техниками. Но не только сфера производства интересует заводчан, ведь они – обычные жители, и социальные темы им, естественно, не чужды. Будет ли продолжена губернаторская поддержка, субсидирование для молодых семей? Безусловно, нужно поддержать привлечение и закрепление специалистов, в первую очередь, там, дефицитных специальностей, это и медики, и педагоги, и специалисты на селе, и специалисты, там, инженерного профиля. Вот для таких целей мы запустим программу ипотечного кредитования, тем более, что условия сейчас, в принципе, нормальные. Спрашивали Андрея Дравникова о перспективах строительства метро, ледового дворца спорта, проблемах с остановками транспорта и многом другом. Ответами на вопросы заводчане остались довольны, а глава региона отметил, что подобные поездки на предприятия продолжатся и в дальнейшем. Цены на топливо устанавливают новые рекорды. Стоимость бензина и дистоплива выросла в Новосибирске на фоне роста нефтяных котировок в мире. Однако, многих сибиряков не устраивает такое объяснение. Они уверены, что дорогой бензин губит нашу экономику. Несогласные вышли на митинг, чтобы выразить свой протест и не допустить дальнейшего снижения уровня жизни. С подробностями Василия Акимов. Резкий рост цен на топливо нынешней весной шокировал многих сибиряков. Только за период с 14 по 21 мая солярка и бензин подорожали почти на 2%. Стоимость самого ходового 92-го превысила 40 рублей, а дистоплива – 45. Такие расценки привели к серьезным проблемам у автоперевозчиков, которые не могут повысить свои тарифы из-за жесткой конкуренции на рынке. Транспортные предприятия с января месяца практически работают в убыток. Мы проанализировали ситуацию. Уже критическая ситуация. А завтра она коснется всех граждан нашей страны. Цены на товары первой необходимости, продукты питания, фармакологию растут с каждым днем потихоньку. Вот что сейчас будет после такого роста цен? Скачок будет неизбежен. Новосибирцы решили протестовать и устроили митинг против необоснованного, по их мнению, повышения цен на бензин. Жизнь народа становится все хуже и хуже. Зарплата не увеличивается, пенсия не увеличивается, а все растет. Начиная от бензина, лекарства и продукты, и все. Становится хуже и хуже жизнь. А хочется, чтобы было лучше. Протесты против роста цен проходят во многих российских городах. Новосибирск не исключение. Однако эксперты сомневаются, что от них будет какой-то эффект. В текущих правилах игры, заданных нашим правительством, снижение невозможно, однозначно будет рост. Но сегодня берем крупнооптовую цену на московском регионе, московский завод, 57 тысяч 87 рублей. Это крупный опт, это отгрузка по ЗДС завода, за тонну. Согласно изменениям в налоговом кодексе, акцизы на автомобильное топливо в этом году увеличатся дважды. При этом ряд экспертов ранее утверждали, что резких скачков цен не ожидается. Кстати, цель увеличения акцизов самая благая. Средства пойдут на формирование дорожных фондов, как федерального, так и регионального значения. То есть, благодаря высоким ценам на бензин, наши дороги должны стать лучше. Вот только найдутся ли желающие ездить по ним с такими расценками на топливо, вопрос. В этом году в Новосибирске особое внимание уделяется ремонту тротуаров. Сразу 44 объекта текущим летом будут благоустроены по всему городу. Общая площадь впечатляет почти 25 тысяч квадратных метров. Как идут работы по одному из приоритетных направлений развития нашего мегаполиса, проверил мэр Анатолий Локоть. 47 миллионов рублей выделил текущим летом муниципалитет на ремонт тротуаров. Это почти в пять раз больше, чем выделялось еще два года назад. Работы не просто начались, а уже завершены на большинстве объектов. Если раньше больше внимания уделялось состоянию дорожного полотна, то с прошлого года не меньший акцент на пешеходные зоны, особенно возле жилых домов и социально значимых учреждений. Мы решили, несмотря на трудности с бюджетом, все-таки выделять средства по этой программе. И мы будем продолжать эту работу. Безусловно, она необходима. Подтверждает актуальность. Благодарят жители, депутаты. Говорят о том, что действительно это очень важно. Дождливая погода, конечно, мешает подрядчикам. Укладывать асфальт во время осадков запрещено по технологии. Поэтому приходится ждать редких солнечных дней и работать днем и ночью. Такую задачу поставил мэр, не забыв при этом отметить, что лично будет контролировать качество. За качеством мы тоже следим. И основное, всегда повторяю, гарантии. Не забывайте, товарищи подрядчики, не забывайте. Три года гарантии по этому тротуару. И если он растрескается, если, значит, выяснится, начнет облизать асфальт и какие-то неприятности, восстанавливать, будете за свой счет. Здесь неукоснительное правило, за этим следим очень строго. В настоящее время в работе остаются только 14 из 44 объектов. По остальным уже ходят пешеходы в разных районах Новосибирска. Благоустройство всех заявленных в муниципальной программе тротуаров должно быть завершено. За неделю до дня города. По сложившейся традиции, небольшие населенные пункты Новосибирской области в полной запущенности. Дорога в поселок Советский разбита на обочинах мусорной свалки. По словам жителей, на небольшой участок дороги администрация района тратит миллионы рублей, но качество не тянет и на 100 тысяч. Кроме того, у селян нет возможности купить хлеб и молоко. Единственный магазин закрыли. А дети преодолевают полосу препятствий, чтобы добраться до школьного автобуса. Следующий эпизод об этом. В Советском проживает порядка 180 человек. Немало среди них пенсионеров, не имеющих денег и автомобилей. Надежде Избышевой 80 лет самостоятельно дойти до магазина в соседнюю деревню не может. А с января месяца в поселке наступил, как говорят местные, период голодания. Люди выживают как могут. Единственный продуктовый магазин закрыли. Ходить никак нельзя. Нанимаю всегда молодых людей, чтобы мне принесли за 100 рублей продуктов. Молока каждый день надо, две пачки. Хлеба, булку тоже надо. И некому сходить. Если своих близко нету, то и хоть караул кричи. Это куда годится. Совсем магазин закрыли, продали под пекарню. В пекарне хлеб местным жителям по непонятным причинам не продают. Вместо асфальта кирпичи, ямы и щебень. Общественный транспорт и школьный автобус не ездят, так как ГИБДД района разрешить перевозку людей по разбитому дорожному покрытию не имеет права. Детей в поселке много. В местной школе дают только 4 класса образования. Двое учеников входят в Каменку, а это 7 километров. Если поймают попутку, говорят жильцы, значит повезло. Остальные пробираются к автобусу через овраг. Там эта дорога, мы потом посмотрим, она тоже опасная. То есть они идут овраг и пересекают зимой, это все переметает. По темноте им приходится преодолевать. Мостик скоро провалится, где озеро. Мостик вообще не ремонтировали, даже не засыпали, не поднимали, вообще ничего. Ну что это такое? Скоростную широкую дорогу отремонтировали в 2015 году. Но уже и этот участок пришел в негодность. Через объезд проезжает огромное количество больших грузов. Жители звонят чиновникам ежедневно, но говорят, что ответ один. Не могут, дескать, до подрядчика дозвониться. Тем временем и восстановленному дорожному участку скоро потребуется ремонт. На дорогу от Витаминки до Знака, протяженностью 3,5 километров, которая не имеет даже асфальтового покрытия, в администрации Новосибирского района, по словам жителей, отчитались, что потратили на нее 22 миллиона рублей из областного бюджета. Почти на такой же участок новой дороги выделили еще 18 миллионов. Жители уже не верят местному самоуправлению и хотят подать в суд на администрацию Новосибирского района с требованием возместить ущерб, который за это время был нанесен собственным автомобилем. Потраченные суммы на запчасти достигают 150 тысяч рублей. А сегодня селяне собрались все вместе, чтобы отправить видеообращение президенту России Владимиру Путину в надежде, что лидер государства обратит внимание на сельский беспредел. Проблема детской и подростковой жестокости существовала во все времена и в разных обществах, но с тотальным распространением гаджетов и камер действия маловельтинга-хулиганов становятся куда более изощренными. Теперь есть возможность продемонстрировать свои беспощадные поступки большому количеству зрителей. В городе Болотное родители учеников местной школы номер 2 беспокоены ситуацией в учебном заведении. По их словам, взрослых в стенах учреждения процветает насилие, из-за чего недавно один из школьников попал в больницу с серьезными травмами. Избиение ребенка нападающие снимали на камеру. При этом, уверяют люди, ни директор, ни социальный педагог не пытались повлиять на ситуацию, хотя знали о происходящем. Год назад Данила Степанов перешел в Болотненскую школу номер 2. И с первого дня, вспоминает мама ребенка, у него начались проблемы с одноклассниками. По словам Ольги Степановой, несколько учеников класса организовали настоящую группировку и регулярно издеваются над другими детьми. В первое время, говорит женщина, сын молчал о происходящем. Он как бы обычно никогда не рассказывал, скрывал. Просто мы видели, что он приходил с синяками. И мы не могли понять, почему. Мы у него спрашивали, он замыкался, говорил, мам, все нормально, все хорошо, и закрывался в своей комнате. Ольга неоднократно обращалась к социальному педагогу учреждения, разговаривала с директором, встречалась с родителями хулиганов. Но бить тревогу коллектив школы, кажется, не спешил. Поэтому издевательства продолжались. Все закончилось тем, что мальчика сильно избили. Он поступил в Болотнинскую больницу с ушибом брюшной полости, многочисленными гематомами и кровоподтеками. Когда я подъехала, на ребенок стоял кловорот школы, как бы, ну, маленько зажавшийся. А когда сел в машину, то попросил быстрее поехать домой, потому что у него болит живот. Ну, я смотрю, что как бы внешность ребенка не очень, потому что красное там лицо, да, как бы вроде как бы удары были по лицу. Я просто не стала заводить машину, я стала все-таки на него надавливать, чтобы он мне рассказал, что произошло. Школьники, избившие Данилу, снимали происходящее на камеру. Видео после было выложено в закрытый чат школьников. На кадрах видно, что за дракой наблюдают несколько восхоженных зрителей, которые еще и дают советы нападающим. Кулаками, кулаками бей! Ногами! Ознакомившись с подробностями истории, сотрудники Болотнинской больницы передали материалы в полицию и прокуратуру. Делом также занимается юрист Ольга Сокодынская, которая уверяет, что насилие в стенах школы – дело регулярное. Но педагоги учреждения не контролируют ситуацию. Я разговаривала с директором школы по этому поводу. Но разговор такой у нас был недолгий, поскольку директор школы Павлович Татьяна Игоревна, она сразу сказала, что мы не несем ответственность за то, что находится за территорией школы. Но дело в том, что Данилу Степанова избивали на территории школы – это раз. И образовательное учреждение, в соответствии с 273-й закон об образовании, отвечает за безопасность детей. Юрист считает, что такое отношение учителей к проблемам школы связано с тем, что коллектив преимущественно решает политические вопросы, а не педагогические. У нас директор школы номер два Татьяна Игоревна, она у нас является председателем городской избирательной комиссии. Школа втянута у нас в избирательные процессы все. А у нас ведь, смотрите, выборы за выборами. Выбрали президента, сейчас будем выбирать губернатора. Следом будут выборы местные. Я считаю, что именно вот эта втянутая школа номер два в избирательную систему во главе с директором, она очень мешает воспитательному процессу в этой школе. Получить комментарий руководства школы номер два нам не удалось. Сотрудники учебного заведения заявили, что директора нет на месте. Тем не менее, мы отправили запрос в администрацию города Болотное, чтобы выяснить, почему педагоги допустили подобные инциденты, и как местные чиновники собираются контролировать происходящее в школе. Первого июня во многих странах мира будет отмечаться Международный день детей. Россияне этот праздник знают, как Международный день защиты детей. Наша съемочная группа в преддверии этой даты побывала на железной дороге и выяснила, как обеспечивают безопасность несовершеннолетних сибиряков на дальних и пригородных пассажирских направлениях, и какие с этим существуют проблемы на сегодняшний день. 14-летний новосибирец Витя уже известен своим подписчикам в интернете, как юный зацепер и любитель попрыгать по разным крышам. Итог – костыли и гипс. На видеозаписях он со своим другом катается то на троллейбусах, то на электропоездах и, конечно, способами, отличными от общепринятых. И электричка откуда, куда шла? Сейчас скажу. От инструментальной до Новосибирской Южной. Ну и как по ощущениям было? Весело. Весело? Страшно было? Нет. Родители, которые вместе с сыном прибыли на вокзал для профилактической беседы, в принципе, знают, что надо делать. Вот только пока результат не впечатляет. Прежде всего, родительское внимание обязательно должно присутствовать к ребенку. То есть это как минимум. Во-вторых, ребенок должен свое личное время не проводить на улицах, а все-таки с большей альтернативой заниматься каким-то спортом. Ну, одним словом, чтобы он был занят. Однако зацеперы для Новосибирска не являются проблемой. В отличие от более традиционных несовершеннолетних нарушителей, которые регулярно пополняют статистику пострадавших. Чаще всего дети, переходя железнодорожные пути и находясь на объектах транспорта, самонадеянно полагают о том, что они сумеют перебежать перед идущим поездом, либо имеют место в случае, когда дети находятся в наушниках, и, соответственно, они не слышат приближающегося поезда. Всего на Западно-Сибирской железной дороге за последние 10 лет погибли около 4 тысяч человек. И, конечно же, среди них были дети. Уже в этом году у нас на объектах РЖД 4 ребенка лишились жизни. Поэтому действия подростков-нарушителей, транспортные полицейские и сотрудники ПДН стараются пресечь на корню. Это в основном переходы железнодорожных путей в неустановленном месте, ну, распитие спиртных напитков, курение в неустановленных местах. То есть детей мы доставляем к себе, потом передаем родителям, либо помещаем в Центре временного содержания совершеннолетних правонарушителей. Среди них в основном те, кто приезжает поступать в учебные заведения. В период каникул особое внимание уделяется и детским группам, коллективно направляющихся на отдых. На посадку дети идут исключительно в сопровождении. При сопровождении также дежурного инспектора или инспектора по делам несовершеннолетних, сотрудников патрульно-постовой службы, обеспечивается беспрепятственная посадка в пассажирский поезд. Делают ли все вышеперечисленные усилия транспортных полицейских нахождение детей и подростков на объектах РЖД безопасным на 100% наверное нет. А все потому, что многое зависит и от воспитания в семье, в школе и от социальной ситуации в регионе. Для воспитанников Центра адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в Доме культуры Октябрьской революции состоялось праздничное мероприятие «Пусть всегда будет солнце». Для воспитанников Центра организовали игровую и концертную программы, а ребятишки в свою очередь презентовали созданный ими мультфильм «Мой родной Новосибирск». Каждому ребенку сотрудники Центра дают возможность себя проявить. В Центре адаптации есть своя театральная студия, где дети раскрывают творческий потенциал. В концерте, посвященном Дню защиты детей, они показали несколько номеров. В нашем Центре главная наша цель – это создать им условия для общения и для социализации в обществе. В концерте ребята исполнили песню «Пусть всегда будет солнце» на немецком языке, станцевали русский народный танец и презентовали мультфильм, который создали сами. Диски с медиапродуктом подарили сотрудникам мэрии в честь 125-летия сибирской столицы. В фойе гостей мероприятия ждали четвероногие друзья, с которыми они с удовольствием играли и фотографировались. Вот такого формата это было первый раз, это был наш дебют. Поэтому, в принципе, он себя повел достойно. Я бы хотела сказать, не стыдно за него. Организация «ЦАДИ» уникальна общественной формой собственности. Это позволяет родителям с детьми-инвалидами посещать центр адаптации каждый день, бесплатно. На учете состоит более 70 ребятишек с ДЦП. Мероприятия в рамках проекта «Невозможное возможно» проходят уже на протяжении пяти лет. У них происходит общение, знакомство. Они узнают друг о друге достаточно уникальные вещи. О том, что вот ребенок, у которого есть ограничения, он много через что преодолевает. На следующих мероприятиях проекта, в котором объединились все общественные организации, помогающие детям, ребята с ограниченными возможностями здоровья будут выступать с известными новосибирскими артистами. Это возможность проявить себя перед большой аудиторией и дать понять людям, что невозможное действительно возможно. Тысячи километров между Сибирью и Израилем – не преграда для дружеских отношений. Международная выставка, посвященная 70-летию еврейского государства, открывшаяся в нашем городе тому яркое подтверждение. В атмосферу Израильской улицы в центре Новосибирска окунулся наш корреспондент. Израильскую улицу, шумную, необычную, с художниками и скульптурами, музыкой, буйством цветов и красок, воссоздали в областной научной библиотеке. Здесь открылась международная выставка «Путевые заметки по Иерусалиму», приуроченная к 70-летнему юбилею независимости государства Израиль. На выставке представлены работы учеников, выпускников и преподавателей школы творчества в формате «Скетчбук». Это такой альбом для рисунков, набросков, различных впечатлений. Ребята художники молодые, дети, начиная с возраста от 7 лет, 6 лет и до 18 лет, и все ученики, учащиеся в центре творчества, показывают свой взгляд на Иерусалим так, как они его видят. У любого посетителя мероприятия есть возможность проверить свой творческий потенциал во время мастер-классов, а также записаться на открытые курсы «Иврита» от Израильского культурного центра. Проходят они совершенно бесплатно, записаться туда может любой. На курсах у нас три уровня сложности. Преподаватели у нас проходят стажировку каждый год, опытные преподаватели. Организаторы и участники выставки отметили, что Новосибирский Израиль уже много лет связывают дружеские отношения. И такие арт-мероприятия стали доброй традицией. В ближайшие дни мы ожидаем еще ряд каких-то культурных и образовательных акций. Осенью мы ждем, у нас будет неделя израильской кухни. Ну и все это завершится уже ближе к еврейскому празднику Хануха, завершится фестивалем израильского кино. Международная выставка «Путевые заметки по Иерусалиму» продлится в здании областной научной библиотеки на улице Советской 6 до 9 июня. Кстати, некоторые приятные сюрпризы для гостей мероприятия от Израильского культурного центра организаторы предпочли оставить в тайне. Но пообещали, что они обязательно будут. Уже завтра в финале конкурса «Мисс Нобель Бар» строгая жюри выберет победительницу соревнования. До 20 мая жительницы Новосибирска проходили кастинги. По итогам голосования за первое место будут бороться 11 красавиц. В последний день весны участницы посетили мастер-класс от шеф-повара и продемонстрировали свои кулинарные способности. С 29 по 31 мая у финалиста конкурса «Мисс Нобель Бар» был насыщенный график. Девушки обучались искусству дефиле, работали с визажистом, а в последний день отборочного испытания готовили утиное филе и закуску из креветок под руководством опытного шеф-повара. Участницы оказались подкованными в кулинарном мастерстве. Сложно резать грушу? 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 Нет, грушу резать несложно. С кулинарными процессами знакома, да, очень люблю дома готовить. Из семьи у меня готовлю я и мой отец, поэтому когда меня и мамы нет дома, отца, точнее, мам голодает. Завтра, 1 июня, девушек ждет самое главное испытание – финал. На заключительном мероприятии и решится, кто же оказалась лучшей. Девочки в красивых вечерних коктейльных платьях будут дефилировать по бару. После этого у нас будет более такой барный челлендж для них. То есть нужно будет пробовать коктейли и пытаться угадать, что вы в составе. И после этого жюри вынесет свой вердикт, выставит оценки и мы вечером объявим победительницу по результатам всех вот этих этапов. Главный приз для победительницы – это солидные скидки и бонусы при посещении заведения в течение месяца, а также подарки от партнеров конкурса. Не хуже и приз за второе место – подарочный сертификат на обучение в школу телевидения. Такова картина сегодняшнего дня. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Вашему ждем в рабочее время по телефону 220-2105. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.